Рассада 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 примерно такую основательную столовую ложку сухой горчицы. Кроме того, для этой же цели я в нашу смесь добавлю табачную пыль. Табачная пыль также способна отогнать нематоду. Если вы ограничены в возможностях достать большое количество сухой горчицы, вы можете использовать только табачную пыль. Кроме того, что я использую горчицу и табачную пыль, и несмотря на то, что для культивации я использовал довольно много золы, я в наши ямы буду вносить известковые меловые материалы. Это может быть гашеная известь, это может быть доломитовая мука. Количество доломитовой муки или извести, также примерно одна основательная столовая ложка на каждую посадочную яму. Также для того, чтобы обеспечить томаты удобрениями на весь период роста, на каждую посадочную яму я добавляю оставательную столовую ложку комплексного удобрения, который содержит и калий, и фосфор, и азот. Здесь мы вносили довольно много сульфата калия, поэтому если бы мы взяли удобрение без калия, это было бы оправдано. Но для томатов калий лишним не бывает. Поэтому я добавляю сюда также и это комплексное удобрение. После тщательного перемешивания в каждую лунку я добавлю примерно 4 столовые ложки вот этой нашей смеси. Для того, чтобы после посадки как следует пролить растения томата, а они в этом очень нуждаются, я буду использовать для добавления в поливочную воду выращенный в домашних условиях на картофельном отваре препарат на основе фитоспорина. Это поможет обеспечить почву антагонистической микрофлоры, которая будет долгое время сдерживать развитие различных грибных и бактериальных болезней томата. Поскольку многие из них как раз происходят от почвы, заражение происходит через почву, наличие в почве такой антагонистической бактерии, которая является основой препарата фитоспорин, поможет нам сдерживать подобного рода болезни. Для того, чтобы удачно посадить томаты, корневой ком перед посадкой я немножечко подсушиваю. В этом случае рассада является гораздо более эластичной и минимизируются риски ее поломать. В нашей теплице, поскольку полив мы будем осуществлять через вкопанные в землю бутылки, мы делаем так, чтобы бутылки обеспечили равномерный полив растений. Расстояние между стеблями растений примерно 50-60 сантиметров. Как видите, глубина ямы у нас достаточно солидная, в связи с тем, что рассада у нас высокая. Особенно в этом ряду, в крайнем, который ближе к центру, мы будем высаживать высокие сорта томата. Для того, чтобы не повредить корни, не обжечь их и не создать им стрессовую ситуацию в самом начале роста, мы наши внесенные препараты смешиваем с небольшим количеством земли. И также делаем здесь слой земли без удобрений, чтобы корни в начале своего роста не контактировали с этими крупинками. То, что мы вносим удобрения довольно глубоко, еще имеет одно важное значение. Корни будут расти в сторону повышения концентрации питательных веществ. За счет этого корневая система будет у нас не поверхностная, а будет углубляться. В этом случае мы будем минимизировать риски дефицита влаги. После того, как мы подготовили яму, мы устанавливаем наше растение и равномерно засыпаем его грунтом. По мере засыпания грунта мы растение наше проливаем, для того, чтобы грунт как следует пропитался влагой, и для того, чтобы корневая система была полностью охвачена мокрым грунтом, чтобы там не оставалось пустот и воздуха. Это неблагоприятно для приживания рассады. После окончания посадки рассады мы натягиваем спонбонд. Поскольку он у нас белый, будет хорошо видно, где находятся растения. Натягиваем спонбонд, прорезаем небольшие отверстия и вытягиваем растения. Поскольку они у нас находятся в состоянии дефицита влаги, риск повреждения растений минимален. После того, как мы наши растения вытащили из спонбонда, приступаем к поливу. После обильного пролива растения восстановят тургор и начнут активный рост. На этом посадку томатов в защищенном грунте в теплице мы заканчиваем. Но к следующему разу нужно будет подготовить борную кислоту, фитоспорин и янтарную кислоту. Будем делать внекорневую обработку. А на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, что этот способ посадки томатов вам понравится. Подписывайтесь на нас, нажимайте на колокольчик, будьте с нами, оставляйте свои комментарии. Всего хорошего!